Вы знаете, я тот человек, которому ударят цветы, а я их могу где-нибудь оставить или случайно сломать, или что-то такое. Для меня эти вот какие-то вот такие вот, это пыль в глаза, цветы, признание, вот эта вот вся какая-то мишура, она, честно говоря, она очень приятная, несомненно. Женщины любят, когда им дарят цветы, но очень это все здорово и классно, и очень приятно, но часто вот за этой как бы формой скрывается отсутствие смысла и действительно готовность как-то по-взрослому, по-настоящему быть вместе. Если ты вместе с кем-то, то это подразумевает поступки, какие-то взрослые человеческие поступки. Лучше не надо мне цветов, но, я не знаю, помоги мне как-то, вот действительно, не на словах вот эта вот романтика, розовые сопли на кулак наматывать. Ну вот как-то реально, я не знаю, для меня лучше, чтобы не дарили букеты, чтобы если я там делаю ремонт, приехали и там у меня не получается поговорить с парарабами, чтобы приехали и вставили парарабам по пятое число за то, что они что-то не сделали. Или там, мне не хватает, не знаю, плитки, чтобы человек поехал, нашел в интернете ровно эту плитку и привез мне ее. Цветы это классно и здорово, но просто это часто, женщина часто принимает вот эти цветы и знаки внимания за что-то искреннее, а по факту оказывается так, что мужчина больше, чем на цветы, на шампанское и на конфеты, ни на что не готов. А ты уже такая, ааа, представила себе, что вот это чувак, у нас им будут дети, семья, собака, он как бы, ну, заплатить в ресторане за тебя может, цветы подарит, но на этом все. Поэтому я лучше, наверное, вместо романтики предпочту какое-то нормальное, взрослое, ответственное отношение. Мне бы хотелось научиться принимать себя и не сравнивать себя ни с кем, потому что это очень, это дорога в никуда, когда ты себя с кем-то сравниваешь. Каждый, ну, условно, ты можешь себя сравнивать только, там, я не знаю, с человеком, который генетически абсолютно точная твоя копия, и вас поставили там перед забегом, перед линией, выстрелили в пистолет, и кто быстрее добежал. Вот, а так сравнивать себя нужно только с самим собой, например, там, да, лучше ли я сегодня, чем был вчера. И это все очень хорошо на словах, и ты пытаешься, как бы, я пытаюсь, так и существовать. Ну, например, потом заходишь в Инстаграм, красивая жизнь, и все-таки красивые, успешные, худые, подкачанные, волевые, и никто ж хлеба не ест, и сахара не ест, и глютена не ест, и каждый день проводят, собственно, в качалке. Ну, понятное дело, что это неправда, идеальных людей не бывает, но при помощи соцсетей в наше время очень легко сделать вот себе такой имидж, и какой-нибудь не самый уверенный в себе человек, например, как я, заходят в эти соцсети и думают, боже мой, да я же кусок говна, я же вот вчера пропустил качалку, позавчера съел булку, сегодня стал на день старше, у меня еще появились морщины. Это начинаешь смотреть и как бы просто себя грызть. Чтобы этого не было, я начала повально, ото всех, отписываться в инстаграме. При том, что я понимаю, что у меня это все нормально, но когда ты смотришь вокруг, и там столько всего происходит, ты невольно начинаешь чувствовать себя каким-то забытым на обочине мешком старым. Вот, поэтому я все-таки думаю, что надо, наверное, как-то беречь свою психику и взращивать любовь к себе. Главное прислушиваться и заниматься тем, что тебе нравится, и что у тебя получается. Вот этот вот баланс найти и не обращать ни на кого внимания. Не пытаться как бы не растерять индивидуальность за всем тем многообразием хорошего, на которое хочется там, да, ориентироваться. Для женщин это очень актуально. То есть мы смотрим, ой, а вот у нее такие губы, а вот у нее такие ноги, а вот у нее такая грудь, а вот у нее такие волосы. Современная женщина понахватала себя каких-то идолов и пытается быть похожей на этих идолов. И в итоге мы все выглядим более-менее одинаково. Актерская рутина это ты ходишь на пробы и кастинги, и тебе очень часто отказывают. Тебе никто не говорит в лицо, что ты говно, и ты не подходишь, но в общем и целом ты как человек рефлексирующий, а любой артист человек рефлексирующий, и ты додумываешь и так, окей, я говно. Класс. Еще там у меня мама, например, очень специфическая, она любит мне сказать, ой, какая что у меня страшненькая. Ну вот как-то справляешься, пытаешься взращивать какие-то еще качества, помимо, я не знаю, одаренности, внешней привлекательности и какой-то актерской игры. Пытаешься как-то развиваться духовно, интеллектуально, и так все это дело балансируется, само собой. Пытаешься как-то др